Здравствуйте. Пока наземная операция Израиля в секторе Газа не началась, информационную повестку заполняют обсуждением судьбы так называемых релакантов, то есть предателей за украинцев, которые, будучи тут у нас, дружно кричали «нет войне», а оказавшись на территории Израиля, стали требовать геноцида палестинского народа. Песков меняет показания по пять раз на дню, то он рад возвращению Фридмана и прочих обладателей российских паспортов, то уже не очень рад. А условная силовая партия во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным продолжает настаивать на своем, обещает отправить релакантов за украинцев в Магадан, что уже вызвало нервную реакцию у руководителя Колымы, который сказал, что ему нужны только честные и профессиональные люди. А теперь еще и потребовал проверить этих самых релакантов в рамках статьи 275 Уголовного кодекса «Государственные измены». Предложение может быть и похвальное, и правильное где-то. Но если честно, то задержать Фридмана это гораздо сложнее, чем поставить памятник Дзержинскому на Лубянке. Просто потому, что такие люди, как Фридман или Абрамович, приезжают только под очень высокие гарантии. А вот соплеменники Фридмана, а также их покровители-глобалисты, никаких гарантий не признают. Равно как и таких пустяков, как международное право, право человека и тому подобное. Впрочем, это как раз не удивительно. Образованные люди знают, как Талмуд, Шелхана Рух и другие подобные еврейские книги относятся к Гоям, то есть к неевреям, как к недочеловекам. Именно этот еврейский фашизм, про который обычно не принято говорить в приличном обществе, сквозит в заявлениях министра обороны Израиля, который, по сути, повторил цитату Гитлера и других классиков Третьего Рейха о том, что они отменили правила войны и выдав индульгенцию еврейским боевикам на любые действия на оккупированных территориях. Впрочем, есть некоторая небольшая вероятность, что именно этой фразы министр Голланд и не говорил, а она была сгенерирована каким-нибудь искусственным интеллектом, который взломал одновременно все средства массовой информации в мире. Теоретически это возможно, но надо понимать, что ни Талмуд, ни Шелхана Рух придумали не сейчас, а искусственный интеллект, то есть машинные алгоритмы запускают, в общем, те же самые глобалисты, которые устроили глобальную провокацию на Ближнем Востоке. Говорим об этом специально, ни в коей мере, разумеется, не оправдывая арабских головорезов, которые, по сути, ничем не отличаются. Но надо сказать, что в последние дни в еврейском руководстве, судя по всему, появились какие-то здравые люди, потому что они назвали фейком видео с младенцами с отрубленными головами. Впрочем, все сказанное ни в коей мере не умаляет характера глобальной провокации происходящего на земле обетованной. Мало того, некоторые представители израильских военных уже в открытую говорят о возможности применения тактического ядерного оружия в секторе газа. Судя по всему, именно это и является целью глобалистов, хотя, конечно, их интересует не столько сектор газа протяженностью чуть более 40 километров, а весь исламский мир, лидеры этого мира, в первую очередь, Иран, который всячески пытается втянуть в эту мясорубку. Понятно также, что глобальной мастерии, которая стоит за этой войной, абсолютно наплевать не только на мусульман, но и на цену, которую могут заплатить сами евреи, вплоть до прекращения сионистского проекта национального еврейского государства. Масштаб вот этих глобальных, то есть мировых процессов, этих событий действительно потрясает. И на этом фоне особенно беспомощным выглядят те же самые европейские элиты. И в Европе, и в Америке сплошные манифестации, причем манифестанты поддерживают то одну, то другую сторону. В Финском заливе подорвали газопровод, а также интернет-кабель, соединяющий Финляндию со Швецией. А на Украине вообще шок. Зеленский в панике. Американский господин назначил любимой женой другого еврея. И уже хохлобойцы начали записывать покаянные видео, в которых видно, что они уже готовы развернуть оружие в сторону Киева. Тем временем наши доблестные бойцы наконец-то начали утюжить Авдеевку. Это пригород Донецка, кто не знает. И вроде бы даже начали операцию по окружению, то есть по созданию котла из Авдеевской агломерации. Что же происходит в России? Россия сосредотачивается. Президент Путин летит в Китай к Си Цзинпину, видимо, чтобы обсудить судьбу проекта «Один пояс, один путь» в рамках ближневосточного кризиса. А внутри России продолжают править бал глобалисты и их агентуры. Так администрация президента согласовала назначение директором по дизайну крупнейшей российской социальной сети ВКонтакте кощунника и матершинника Артемия Лебедева. Того самого придурка, который рисовал Георгий Победоносец на люках, оскорблял преподобного Сергия Радонежского и пилил бюджеты на разработку логотипов наших городов. Минцифры топят за социальный рейтинг и за цифровые паспорта. В целом ему даже поручили провести некий опрос, который выявил 41% дебилов, которые поддерживают это начинание. Которые, видимо, не понимают, что противник может одним нажатием кнопки превратить все смартфоны в кирпичи. Гуликова с Кравцовым, а также с куратором из администрации президента, в рамках разговоров о важных пропагандируют новых пабликов Морозовых, то есть телефоны доверия, которые были придуманы изгнанным из России фондом USAID. Это такой американский фонд, чья деятельность направлена на разрушение семьи. В Екатеринбурге строят медцентры исключительно для таджиков. А в Сочи на форуме InnoFood представили жратву из сверчков. Причем сверчков, так же как и личинок мух, будут поставлять из Китая. Так что мечта Мантурова изменить ментальность россиян и приучить их к вот этой пакости начинает материализовываться. Символами всего этого безумия являются, пожалуй, два персонажа. Один из них это российский хасид Берлазар, который в день начала агрессии Хамаса против Израиля, который благополучно проспали израильские спецслужбы. Танцевал всю ночь и дотанцевался до того, что треснулся головой и получил сотрясение мозга. А вторым символом является президент США Джо Байден, который в тот же самый день начала войны на Ближнем Востоке устроил барбекю-вечеринку для своих клерков. При этом западные же источники говорят, что Хамас вооружен американским оружием. Но когда старичку объяснили, что в результате этих выкрутасов от него могут отказаться спонсоры демократической партии на выборах, он быстренько отправил в Средиземное море авианосец. Какая нелепость сквозит во всех этих действиях. Какая катастрофическая разница между вот этими людьми, этими Байденами и Лазарами и нашими героями, нашими святыми и символами нашей русской цивилизации. Как раз вчера церковь вспоминала память святой великомученицы и великой княгини Елизаветы Федоровны, которая была супругой московского губернатора великого князя Сергея Александровича. А после его убийства террористами стала монахиней и основательницей приюта. А потом была замучена большевиками просто за принадлежность к царской фамилии. А еще вчера мы вспоминали родителей преподобного Сергия Радонежского, Кирилла и Марию Радонежских, которые воспитали трех сыновей, двое из которых прославленных церковью в лике святых. Это ли не символ настоящей христианской семьи? Это ли не символы настоящей жертвенности и настоящей любви, которая спасает мир? Так давайте же ориентироваться на символы своей цивилизации, а не пытаться ориентироваться на чужих кумиров, а также на их обязательства, договорники и экономические интересы. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok